В эфире информационно-правая программа «Де Факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Главная тема выпуска. В Будокошелёвском районе перевернулся рейсовый автобус. Погибла женщина. Подробности громкого убийства сельской учительницы в Гомельском районе. Женщине нанесли более 10 ножевых ран. Гомельчанин во время ссоры с бывшей женой выбросил её из окна седьмого этажа. Это произошло на глазах у двух малолетних детей. Женщина погибла. За попытку дать взятку сотрудникам ГАИ наказан житель Мозырского района. Он был за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Ранний снегопад вызвал всплеск числа ДТП в Гомельском регионе. Некоторые водители не сумели справиться с управлением машин на заснеженном дорожном покрытии и попали в ДТП. По данным ГАИ Гомельской области, за прошедшие сутки в регионе произошло 79 мелких аварий и три серьёзных, в которых погибли два человека и ещё два получили травмы. В деревне Бушевка в Будокошелёвском районе перевернулся рейсовый автобус МАЗ, в результате чего погибла женщина. Это произошло около 8.45 на автодороге Будокошелёва-Уваровича-Калинина. Автобус занесло, он врезался в столб ЛЭП и опрокинулся. 37-летняя женщина получила смертельные травмы и умерла. Ещё одну пассажирку госпитализировали. На заснеженном участке дороги, обработанной песчаной соляной смесью, в деревне Бушевка водитель не справился с управлением. Выехал в левый по ходу движения обочину, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате чего автобус опрокинулся. При падении один пассажир погиб на месте. В происшествии один пассажир получил телесные повреждения, с которыми был доставлен ЦРБ города Будокошелёва. Пострадавшую с диагнозом ушиб поясничной части позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма забрала карета скорой помощи. Женщина находится в реанимации. Прибывшие из райцентра спасатели установили транспортное средство на колёса и оказали необходимую помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 26 октября 2016 года следственным отделением Будокошелёвского отдела Следственного комитета возбуждено дело по факту ДТП с гибелью пассажира автобуса. По признакам части 2 статьи 317 Луна Кодекса Республики Беларусь. В ходе осмотра места происшествия обнаружен изъят видеорегистратор автобуса, запись которого будет изучена и с целью установления причин дорожного происшествия совершения. Назначен ряд экспертиз – аутотехнические, судебно-медицинские и медико-криминалистические по одежде потерпевшей. В настоящее время проводится предоставительное расследование с установлением виновных лиц и причин ДТП. Следователи опросили местных жителей, свидетелей ДТП и совместно со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз изучили и зафиксировали всю следовую информацию. Проверили техническое состояние транспортного средства. В ходе осмотра места происшествия проведено исследование технического состояния автомобиля, проверено рулевое управление, рабочая тормозная система, состояние ходовой части автомобиля. По результатам постановления назначения экспертиз будут составлены соответствующие заключения экспертов. Если вина водителя будет доказана, то помимо лишения водительского удостоверения ему грозит и лишение свободы сроком до пяти лет. С целью установления всех обстоятельств совершения ДТП следователи обращаются к гражданам, которые ехали в указанном автобусе в качестве пассажиров, а также иных очевидцев происшествия с просьбой позвонить по телефону 8029-168-87-72, 80233-67-22-56 или обратиться в Будокошелевский, Ройска. Около 13.00 на автодороге возле Речицы перевернулась маршрутная такси. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП. Сложные погодные условия привели к еще нескольким ДТП на подъезде к Гомелю и в близлежащих районах. Сотрудники ГАИ, Дорожные и Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На территории области введен план «Погода». На дороге выведено большое количество спецтранспорта по уборке снега. Жестокое убийство сельской учительницы в Гомельском районе. Ее тело утром было обнаружено во дворе собственного дома в деревне Шарпиловка. На теле более 10 ножевых ран. Убийца бил в сердце лицо шею. Подробности громкого дела в нашем материале. Первым подозреваемым стал муж убитый, но он частично парализован. Передвигается со специальной тростью. Орудовать ножом в таком состоянии весьма проблематично. Да и мотива не было. Соседи отмечают душевность их отношений. Вскоре был задержан новый подозреваемый – 17-летний сосед. Он часто бывал в гостях у потерпевшей. Даже иногда помогал по хозяйству. Весомыми аргументами против него стали найденные орудия убийства и признательные показания. Благодаря тесному взаимодействию сотрудников следствия и уголовного розыска в течение нескольких часов после обнаружения тела был установлен и задержан подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания. С ним работают следователи. Соседи уверены, что убийство было спланированным. Так ли это на самом деле, установит следствие. 36-летний гомельчанин во время ссоры с бывшей женой выбросил ее из окна седьмого этажа. Это произошло на глазах у двух малолетних детей. На следующий день пострадавшая скончалась в реанимации. Семейно-бытовая драма разыгралась на улице Оськино. Это 104-й микрорайон. Новостройки на окраине Новобелецкого района. Беда произошла в доме номер 16. Впрочем, знают об этом даже не все соседи. Одни пожимают плечами, другие признаются, что читали в интернете. В воскресенье вечером между бывшими супругами вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина избил резиновой палкой женщину, после чего вытопнул ее из окна квартиры, расположенной на севом этаже. Все это происходило в присутствии двух малолетних детей. Известно также, что ранее Николай был судим за причинение легких телесных повреждений. Работал водителем на одном из предприятий. В конце сентября супруги развелись. Однако, как это бывает, продолжали жить в одной квартире. Несоблюдение техники безопасности при производстве ремонтных работ стоило жизни 30-летнему парню из деревни Цигельня Гомельского района. Днем 22 октября у дома в деревне мужчина поставил на домкрат Ниссан Сани и залез под кузов. При починке иномарка потеряла устойчивость и придавила человека. Мужчина при ремонте автомобиля должным образом не закрепил домкрат. Также не были приняты дополнительные меры по устойчивости данного автомобиля. В результате чего автомобиль упал на владельца при ремонте, от чего от полученных травм последний скончался. Как только брат потерпевшего заметил неладное, сразу бросился на помощь. Авто приподняли и вытянули 30-летнего пострадавшего. Рыкапывал во дворе огород, услышал крики на улице, выбежал на улицу, вижу, люди это самое собрались, и человек лежит возле машины. Я подошел тоже поинтересоваться, что случилось. Случилось так, что покатилась машина с камней и придавила молодого пацана. Районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели молодого человека. Назначен ряд экспертиз. При проведении судебно-медицинской экспертизы каких-либо переломов и повреждений внутренних органов обнаружено не было. Однако была обнаружена так называемая химатическая маска, которая характерна для сдавления грудной клетки и живота каким-либо массивным предметом. То есть человек в это время не мог совершать дыхательное движение. Это и явилось причиной наступления смерти. Возможно, если бы воздействие данного предмета было непродолжительное промежуток времени, то человека можно было бы спасти. За попытку дать взятку сотрудникам ГАИ наказан житель Мозырского района. Его остановили в Мозыре и при проверке документов обнаружили признаки алкогольного опьянения. Однако мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования и вместо этого попытался дать взятку сотрудникам ГАИ в размере 100 динаминированных рублей за благоприятное решение вопроса о непривлечении его к административной ответственности. В свои намерения нетрезвый водитель до конца не довел. Его действия были пресечены сотрудниками ГАИ. Что касается отказа мужчины от прохождения медицинского освидетельствования, то этот поступок влечет за собой такую же административную ответственность, как и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Решением административной комиссии взяткодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1470 динаминированных рублей и лишение права управления всеми видами автотранспорта сроком на три года. На свай, спайс и спиртосодержащие жидкости без акцизных марок. Эти вещества на Гомельщине сотрудники милиции изымают чуть ли не каждый день. Наши корреспонденты приняли участие в нескольких рейлях. Сколько лет гомельчанину Юрию сказать тяжело. Уже давно он нигде не работает, а на жизнь зарабатывает в том числе в качестве подпольного курьера. На этот раз сотрудники милиции задерживают его с 10 литрами спиртосодержащей жидкости. Именно так официально называется напиток, который мужчина доставляет клиентам. В последнее время это достаточно распространенное правонарушение. В России в значительных объемах приобретается спирт, который у нас разбавляется водой и реализуется. В данном случае незаконный предприниматель в качестве курьера использует неработающего гомельчанина. Протокол на него составят, однако когда будет заплачен штраф, неизвестно. В предусмотренном статье 12.27 штрафные санкции от 5 базовых до 100 в зависимости от части с конфискацией перевозимого и переносимого имущества в виде фальсифицированной спиртосодержащей жидкости. Это как спирт, это же виноводочные изделия без акциза в Республике Беларусь. К слову, из России на гомельчанину сегодня попадает не только контрафактный спирт. Через российскую границу к нам идут также китайский спайс и таджикский насвай. На этот раз сотрудники милиции выявили несколько пакетов по 20 граммов. Человеку, говорят, такой упаковки хватает на 5 дней. Эффект достигается за счет отравления организма известью, которая входит в состав насвая. Это не наркотик в чистом виде, но стать инвалидом после его употребления можно. Но молодежь, которая является основным потребителем таких смесей, об этом обычно не думает. Ранее данные вещества употребляли в основном спортсмены для каких-то своих целей. Но в настоящий момент, да, в основном это молодежь, подростки, которые не понимают пагубность данного явления. Не осознают, что данные вещества негативно влияют на их здоровье. С начала отопительного сезона в Гомельской области не зарегистрировано ни одного случая возгорания по причине неправильной эксплуатации печей и электронагревательных приборов. Вместе с тем, наиболее частое нарушение соответствующих правил отмечается в семьях, где воспитываются несовершеннолетние дети. Только за три дня этой недели на Гомельщине зарегистрировано шесть пожаров. Как и раньше, наиболее значимая проблема в регионе – курение в постели, главным образом в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с предыдущим годом, количество пожаров по причине неправильной эксплуатации печного отопления снизилось на 10%. По мнению спасателей, это связано прежде всего с профилактической работой. От деятельности наблюдательных комиссий до выступлений заинтересованных служб в коллективах и средствах массовой информации. Вместе с тем, спасатели обращают внимание на тот факт, что если раньше нарушения регистрировались в домовладениях одиноких пенсионеров, то сейчас к группе риска можно отнести и семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей. Пожары наблюдаются в домовладениях граждан работающих, которые воспитывают несовершеннолетних детей. То есть с этой категорией граждан мы всегда думаем, что они активны, они заботятся о своей безопасности и уделяем в основном престарелым гражданам внимание. Здесь будем переключать, сейчас идет тем более республиканская акция за безопасность вместе и пойдем к благополучным гражданам. Будем менять их мировоззрение путем проведения бесед в трудовых коллективах, выступления в том, потом уже телевидению, радио. На этом все. Смотрите де-факто на телеканале «Беларусь-3» и на сайте телерадиокомпании «Гомель». Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин